А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти и подписаться на канал Deluxe Bro. Он играет в CSGO, он играет в GTA 5, он играет в Minecraft, Survival Games и это не всё. Он играет также в многое другое. Ссылочка на него в описании, заходите и подписывайтесь, если вы заинтересованы. А мы приступаем к просмотру. Всем привет, друзья! С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Minecraft, в 25-ю серию нашего 6-го сезона с модом Pixelmon. И в этой серии нас ждёт много чего интересного, как вы уже можете заметить. Но перед тем, как начать, я хотел бы вас попросить участвовать в нашем развлечении и также давайте посмотрим, какое же оно будет в этой серии. И, ребята, перед тем, как приступить, не знаю, к небольшому рассмотру, что же мы будем делать в этой серии, я бы вас хотел очень сильно попросить поставить лайк. Ведь на предыдущей серии мы набрали много лайков, видно, серия вам понравилась, понравилась новая идея. И я видел то, что вы хотите новую серию. И, ребята, честное слово, специально для вас вот эта серия, я очень рад за то, что вы поставили лайк на предыдущий. Также буду очень сильно рад, если вы поставите лайк на этой, потому что каждый лайк ускоряет выход нового видео на какое-то время. Поэтому, если вы хотите видеть новую серию Pixelmon уже завтра, а не через 2 или 3 дня, или там послезавтра, а ещё когда-то. То, ребята, давайте также наберём на этой серии 1000 лайков. Я буду прям, ну, прям так благодарен, что расцелую каждого из вас, честное слово, ребята. И также, если вы хотите со мной пообщаться, всё, что у вас требуется, это просто-напросто оставить свой комментарий с каким-то советом, пожеланием, вопросом. Я постараюсь прочитать свой комментарий, ответить, также с тобой пообщаться. И последнее, ребята, сейчас уже закончу. Подпишитесь на мой канал, я буду рад каждому новому подписчику. Я действительно прям считаю вас, и я рад, когда кто-то новый на меня подписывается. Поэтому, ребята, не стесняемся, подписываемся и вступаем в нашу большую дружную семью. Так, идём мы на кухню. Как вы уже могли заметить, ребята, я обновил версию этого сезона на новую, самую свежую версию 4.0.7. Я её обозревал вчера, я делал на неё обзор. Вот ссылочка на этот обзор будет в описании. Если вам просто досконало хочется узнать, что же до последней, я не знаю, капельки, что же добавили в этой новой версии, то ссылочка на обзор в описании. Заходите, смотрите и потом возвращайтесь в наш сезон Pixelmon. Я буду тоже очень рад, если вы поставите лайки на той же серии, потому что я действительно старался, делал для вас обзор и буду рад, если вы его посмотрите. Ну что, ребята, что бы нам делать в этой серии? По поводу гима, который мы нашли, я пока что, если честно, не знаю. Нам сначала нужно помощников вот этого гим-лидера. Дайте-ка я на агенцию поставлю, это неудобно сидеть. Нужно что-то с ним делать, наверное, просто-напросто его зарезать, забрать призы и потом вступить в бой с самим гим-лидером. Но я пока что не знаю, нам нужно подходящий покем... Так, знаете что, ребята? Мы можем, в принципе, сразу же пойти и попробовать сразиться с первым помощником гим-лидера. Но там, как я знаю, можно только двух покемонов. Так, у меня это всё включено, включено сразу. Айс Джим, тпхаемся, тпхнулись. Вот, здрасте, мордасти. Вот, ребята. Бой 2 на 2 без легенд. Так что нам нужно сразиться с ним. Это он или панна, или панно, хрен не узнает. А это я просто подкатить хотел. Знаете, если бы это какая-то дивуля была, я бы прям подкатил там. Красавица, привет! Что? Иди сюда, подходи. Мандарины, апельсины, что хочешь? Хохлова, пахлова, приходи, выбирай. Но, к сожалению, это не девушка. И мы не сможем подкатить, как настоящие, там, кавказские мужчины. Потому что они профессионалы в этом деле. Я, конечно, не знаю. Мне просто вы рассказывали. А что делать с этим помощником? Ну, это пацан. Это даже мелкий пацан. К нему мы подкатывать не будем. Я, во-первых, не голубятня. Во-вторых, не педофилятня. Поэтому мы просто с ним сразимся. А бой 2 на 2 без легенд. Значит, нам нужно выложить всех покемонов и взять только двоих. Кого, ребята, мы будем брать? Инфернейп это триллион процентов. Потому что огненный против ледяного это уже большущий... БОЛЬШУШИЙ! Шанс выиграть. А второй покемон, наверное, все-таки по Черису будет. Потому что по Черису самый большой уровень, который у нас есть. Если честно, у нас даже... А, Тортера тоже 55. А то травяной против ледяного как-то... Ну, не прям айс. Ну что, ребята, вступаем. Там тарам-тарам. Там музыка с терминатора. Придумайте себе в башке. А то я просто ее вставить в видео не могу. Поэтому, ребята, просто сами себе вообразите. Ну что, первый бой. Я отсюда бросаю. Ты готов? Ты готов, там, семилетний, там, мальчик? Ну что, вступаем. Ху, я помощник геймлидера. Я помощник... Геймлидера ледяного гейма. Ты хочешь сразиться за пропуск? Конечно, хочу. Сейчас тебе задницу надеру, молокосос малолетний. Если ты, конечно, нам не надерешь. У-у-у-у! Ху-у-у! Получил по наглой заднице малолетний. С двух ударов мы тебя зашпокали. А ты думал, что я себя... Не знаю, бутылочку с молоком тебе принес, чтобы с тобой там посюсюкаться. Я не твоя нянька, ты. У-у-у-у! Ты прям нища большая. Кто тебя вообще... Ну ладно. Немного. Вы поняли. Чувак. Вот эта система, видите, жизни уже вот так сами по чуть-чуть как будто сдвигаются. Они не прям, когда у тебя там, например, 100% жизни, и чувак тебя хренахнул на 40% жизни, то было 100%, сразу стало 60%. Нет, было 100% и так по чуть-чуть. Там 90%, 80%, 70%. Вот так круто они вот это сделали, если честно. Это мне очень сильно нравится. Фух, ребята, мы его... А ты паскуда. Он нас заморозил, скотина, ты без... Ну хренакни ты его уже по чирису. Нища ты... Твою мать. Я знал, что ты слишком слаб для моего боя. Отсоси вот этот палец, гнида. Ладно. Смотрите, прям тут Армагеддон был. Ну, ребята, не победили мы его. Значит, нам нужно еще Инферней попрокачать немного. А вот тут прям какой-то Армагеддон был, что это все слетело. Но я, ребята, играю по-честному, поэтому я не буду читырить. Я, ребята, это все вернул на места. Я не знаю, почему это все слетело. Эдисон честный. Эдисон не будет читырить и не будет вот этим злоупотреблять. Но мы его не убили. Это паскуда. Если бы она нас не заморозила на последнем ходу, то мы бы ее запинали как можно сильнее. Но не получилось. К сожалению, сегодня мы уже сразиться с ним не можем, потому что правила есть правила. Никто их нарушать не будет. Как видите, тут даже все написано в нашем гиме. Бой можно проводить один раз в день. То есть два раза нельзя, потому что мы сейчас могли бы просто-напросто тут стоять и до победного его дрюкать. То есть вот сейчас ему повезло, что он нас заморозил. То, что наш покемон был фрозен, как там было написано. Ему просто-напросто повезло. Если бы нет, то мы бы его убили. Ну, это как бы тоже не по-честному было бы, если бы мы сейчас сидели там и до конца бы с ним сражались. Да, то есть когда-то бы мы его доубили, запиндолили. Запиндолили. Не знаю, откуда у меня вообще в голову. Вот эти слова лезут, запиндолили. Ладно. У нас уже есть три стака монет. Три стака монет. Что нам нужно купить? Ух ты, знаете что, ребята? Знаете что? Ну, во-первых, нужно инфернепа хотя бы докачать до 50 уровня, чтобы дальше там с жопы хотя бы начать кому-то рвать. А во-вторых, нам нужно добавить... Нам нужно добавить в наш магазин новые вещички, ребята. Да, новые вещички. Тот же лифт, ребята. Тот же лифт, который добавили в Поке... Не в Поке, а в Пиксельмон. Прикиньте ли, в лифт добавили в Пиксельмон. Это вообще охренеть просто. Эмбер, вот так. Реально это очень круто. И его нужно будет себе добавить, чтобы упростить просто-напросто передвижение в нашем же доме. Да, если честно, не только лифт. Там много других вещей. Можно даже добавить, я не знаю, новые там шапки, темки или еще что-то. Там, короче, можно найти. Это все нужно сейчас будет, ребята, поискать. Да, нам выпал еще один хэви-болл. Это с помощью залагал. Охренеть, как это с помощью Почерису. Если честно, ребята, не знаю, стоит ли нам выкладывать Почерису. Она, если честно, очень нам помогает. И я не знаю. У нас уже Инферне 43 уровень. Вот сейчас мы с ним сражались, с этим помощником геймлидера. Он какой был, ребята, если кто помнит? Вроде 40-й, да, был? 40-й уровень он был. То есть, если мы его сможем хотя бы докачать до 46-го, до утра. Так, сейчас. Потому что утром мы только, утром сможем опять сразиться с этим геймлидером. Поэтому, если мы его сможем докачать до утра, хотя бы до 46-го, 47-го, то мы его уже, если честно, вздрюкаем, мне так кажется. Потому что мы прокачаемся на сколько? На 6 уровней больше. Это уже и больше силы, и больше атаки, и больше всего. Даскбол выпал. Вот почему я, ребята, не хочу выкладывать Почерицу. Потому что это, мать его, офигеть, как круто. Нам выпадает Даскбол. Ленивая моя жопа не имеет времени пойти, скрафтить себе там пару стаков покеболов. Поэтому, вот, какой вариант мы выбрали. Ходить с Почерицой, просто-напросто хреначить покемонов всех подряд. И, если честно, выпадают даже очень крутые шмоточки. И плюс к тому... Ребята, сейчас дайте-ка я поставлю. Что бы поставить? Вот это... Нет, не... Да, скушаем сейчас Редстоун. А вот сейчас... Тупая башка. Пока я вот это говорил, я забыл, что я хотел сначала сказать. Ща, 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 ща. Может... Может... Не. Не вспомнил, не вспомнил, ребята. Моя техника не сработала. Но, может, сейчас, может, там процесс немного заторможен, то в 2 часа ночи сидеть и видео делать. Но, может, сейчас у меня что-то, что-то все-таки вернется в голову, и я вспомню то, что я хотел сказать. Оно пока что... Очень даже мы круто фармим, потому что... Учитывая то, что мы сейчас не фармим вообще вещички, а просто-напросто пытаемся как можно быстрее, как можно больше прокачать нашего Инфернепа до утра. Потому что... Во, вроде я это хотел сказать. Потому что с утра у нас будет второй шанс сразиться опять с этим помощником. Потому что одно сражение в один день. По Чирису я не знаю, есть ли смысл дальше качать. Да, в принципе, мне кажется... Ребят, согласитесь, что мне кажется, лучше прокачать с 40-го уровня до, там, 50-го Инфернепа, который потом всем задницы там надерет, чем дальше прокачивать, там, по Чирису с 55-го, там, до 58-го. И то, если у нас получится. Ух ты, какой пылесос маленький. Маленький пылесосик. Иди сюда. Сейчас мы тебя запинаем. Круто. А, 45-й, мы ему уже прокачали 5, мать его, уровней. И это очень круто, ребята. Это очень круто. Где там? Ага, то есть, еще, нет, еще нормально времени. Еще даже полночи не прошло. Поэтому мы еще успеем, наверное, прокачать. Сейчас, дайте-ка я запинаю вот этого снайпа. Хотя он, в принципе, мелкий уровень. Его, если честно, даже нет смысла трогать. Но вещички, то все-таки, может, какие-то выпадут. Если честно, это даже будет очень сильно круто. Так, что нам выпало? Ребята, у нас уже есть 11 вот этого. Одна вот эта. Две вот эти, 14, бла-бла-бла. Короче, что-то у нас уже там есть. Не будем мы сейчас это подсчитывать. Никто этого не хочет. Всем лень, всем скучно смотреть, как мы это будем считать. Поэтому не будем мы этого делать. А сразу же побежим дальше. Это что там, лава? Да, это лава. Я уже надеялся, что тот, вот тот дерево. Помните, ребята, с которого... Где мы в том же дереве... Я сам себя словил в мастер-бол. Это реально было прикольно. Но это лава. В принципе, в том же дереве есть спрятанный мастер-бол, с которого могут выпасть, если честно, даже крутые вещички. Но это лава, к сожалению. Это лава. Это лава. В следующей серии мы уже, наверное, сделаем... Точнее, я к следующей серии уже, наверное, сделаю себе большое количество покеболов, чтобы уже наконец... Это то, что мне было нужно. Это Dusk Stone, это то, что мне было нужно, мать твою. Да, спасибо. Почирису, да я тебе жопу рассылаю, потому что это все из-за тебя, Почирису. Честное слово, вот Dusk Ball, это то, что нам было нужно. Вы спросите, зачем? Потому что Dusk Ball не так-то и просто нентин, не так-то и просто скрафтить. А единственный, можно сказать, шанс, ну, мы, конечно, могли его там выбить с поки лута, с боссов, но, если честно, это не от нас зависит, выбьем мы его или нет. И у меня был вариант просто-напросто добавить его в магазин, чтобы потом-напросто эволюционировать Литвика, ну, Ламп... Ребята, у меня вылетело, к сожалению, я уже даже наушники одел, потому что я там слушал одну хрень. И, короче, у меня вылетел Майнкрафт, а кто меня уже давно смотрит, то я уже объяснял то, что есть такая фигня. Когда вылетает Майнкрафт неожиданно, то программа, которая записывает видео, просто не успевает ее сохранить, потому что Майнкрафт просто неожиданно, аварийно закрылся. И потом вот это видео нужно его еще редактировать, восстанавливать, устранять ошибки, потому что оно неожиданно закрылось, вот это видео. И вот такая хрень сейчас у меня произошла, вот пару секунд назад я говорил ночью о Литвике, то, что нам нужно было вот этот Даскстоун, Даскстоун нам нужен был для того, чтобы эволюционировать потом Лампента в Шанделура, потому что я еще хотел сказать то, что вы ошибаетесь, если вы думаете, то, что Шанделур... Нет, то, что Лампент эволюционирует в Шанделура с помощью Файерстоуна. Да, так было раньше, пару серий назад, версий назад было так, я тоже тыкал в правый глаз этого Лампента и вот этим огненным камнем и думал, какого хрена ты вообще не эволюционируешь, то есть, что с тобой не так, чувак? А потом оказалось, что он эволюционирует с помощью Даскстоуна, поэтому... Мы сэкономили просто-напросто три стака бронзовых монет, мы, конечно, могли его добавить там в этот, в магазин, но тогда мы бы потратились. А так мы его по дешевке, даже не то, что по дешевке, а просто бесплатно получили. Ну, короче, ребята, я за ночь докачал нашего Инфернепа до 50-го уровня, немного еще тут нафармил, что у меня тут мясо есть, рыба есть, Что еще нам выпало? Вот эта фигня выпала, и я, ребята, только что перезашел, потому что, честное слово, меня только что выкинуло, я прям охренел. Сейчас, вот как эта система вся работает? Я записал в тот момент, когда меня выкинуло, видео длилось 18 минут, то есть, я уже записал 18 минут. После того, как я его обработал, исправил вот эти все ошибки, потому что оно неожиданно закрылось, да? Видео длилось 13 минут. То есть, твою мать, обрезались 5 минут моего разговора, моего кача ночью, обрезались 5 минут из-за конченных ошибок Майнкрафта, из-за конченных вылетов, из-за конченных крашов вот этих. Охренеть, просто я, честно, сейчас немного расстроен, потому что 5 минут, когда я там говорил сам собой, ну, в смысле, с вами, остались где-то там в прошлом, вырезаны, и даже не записались, потому что, ну, просто-напросто не сохранись. Ну, ладно, идите в жопу эти все конченные ошибки. Главное, ребята, я уже за ночь прокачал нашего Инфернейпа до 50 уровня. Охренеть, я за ночь прокачал ему 10 уровней, это, если честно, очень круто. Если честно, это... Дайте я сниму эти наушники. А, если честно, это, может, даже какой-то плюс, потому что я просто-напросто качал целую ночь нашего Инфернейпа, потому что за одну ночь я ему успел прокачать 10 уровней. И, может, если честно, вам бы даже не было интересно смотреть, как я до утра его прокачивал. А так взял, прокачал и сразу вот сейчас возобновил серию, и он уже 50 уровень. Поэтому, ребята, мы сразу сейчас вступаем в бой с этим малокососом маленьким. Я надеюсь, что мы его сможем загнобить и уже, наконец-то, забрать ему первый пропуск для сражения с геймлидером. Ну что, Чукша, на нас смотришь? Ну, сейчас мы тебя порвем, я надеюсь. Да твой час. Итак, ребята, я перезашел, давайте еще раз попробуем с ним... Нет, нельзя. То есть, это все-таки нужен полностью, чтобы день прошел. Если, например, мы там сражались в 3 часа дня, допустим, да, то чтобы на следующий день было тоже 3 часа. А мы так сражались, я не знаю, там, может, вечером в 7 часов, а сейчас пришли, там, допустим, в 5 часов утра. Поэтому нельзя. Значит, придем на следующий день, когда уже полностью полноценный день Майнкрафта пройдет. Значит, с этой Чукчей, я не понимаю, что это ты за существо вообще. То ли ты маску бы снял свою педовскую, то ли ты пацан, то ли ты девка, то ли ты трансвестит. Ладно, неважно, не факт. Хей, там я помощник, там, хочешь со мной сразиться. Ух, твою мать, я не вылечил покемонов. Да твою ты, кот-то-три-пу-пу-ти-ти-ти-ру-та-та-та-пу. Если мы его запинаем с невылечивым мышейся покемоном, ну, вы поняли, да, то, что я имею в виду, то мы вообще будем крутые. Потому что я забыл вылечить. Там самая крутая атака это close combat. Ну, в принципе, мы его и так вздрючим. Да, мы его вздрючили. Опа! Что нам выпало, ребята? Нам выпало три квикбола, две монетки, за то, что мы его победили. И первый пропуск на стадион к сражениям, для сражения с главным геймлидером, да, вот этого лидерного стадиона. Это очень круто. Вот, смотри, две серебряные монетки, этот мешочек с монетами, чтобы заплатить вот этой чукчей зажравшейся. И это же девка, вот кому мы сможем подкатить они вот к этим. Поэтому, ребята, это даже круто. И один квикбол, да не один, а целых три квикбола выпало. Это очень круто. И так же мы еще и инфернепу прокачали один уровень. И вот эта чукча обиделась, она ушла, ребята. Вот смотрите, он меня победил. Все, быть или не быть, и ушла. Ну, ушла так иди, гуляй. Ну, все, ребята, сейчас мы больше ничего не можем сделать, потому что с этой пасхудой мы сразиться не можем. Это, во-первых, потому что день не прошел, а во-вторых, даже если бы прошел, то сегодня мы бы и так с ним сразиться не могли. Потому что мы только что победили другого помощника. Значит, к этой пасхуде мы вернемся на следующий день. И сейчас мы идем домой и будем праздновать нашу победу. Буханем, да, ребята, за компанию. Если честно, я не бухаю, не знаю, как вы, но и вам не советую. У меня было такое бурное, там, детство, в 12, 13, там, 14 лет я, ну, так, баловался, если честно. Баловался, хреново, сколько баловался. Но сейчас, когда ты уже более так подрос, когда тебе уже, там, 19-20 лет, то ты уже осознаешь, что... Когда тебе детство... Ребята, честно, не курите, не пейте, не, там, курите, там, не знаю. Что там, подорожники, подорожники на улице. Честно, попробовать можно, но увлекаться нет, ребята. Вот я не прям ваш, там, папа, ваши родители, но я уже хотя бы что-то поедал, я уже знаю, что реально. Лучше, что нет. Я тоже, когда был малый и глупый, там, 14-15 лет, я, если честно, там, бухал так по-черному, что... Ну, это охренеть просто было. Я не хвалюсь, если честно, мне за это вот сейчас именно уже стыдно, вот в этот момент, то, что я тогда не знаю, как вот это всё делал. Но сейчас, в 20 лет, я бы этого, если честно, даже не повторил, то, что я делал тогда. Поэтому, ребята, и вам не советую, я просто начал эту тему, то, что я вам так... Ну, это, конечно, юмор, не прям я в серьёзе. Но всё же, сюда мы, ребята, пришли до того, чтобы попродавать вот эту весь, весь, все эти вещички. И посмотрим, сколько же мы набарыжили. Сколько же мы набарыжили. Так, это можно продать? Круто. Это можно продать? Круто. Нет, шерсти у нас нету. Полтора стака у нас уже есть практически. Что тут у нас ещё осталось? Рыбка. Рыбку, в принципе, тоже можно затолкать. Просто я так смотрю. Ладно, сейчас, давайте вот сейчас. Вот так, сейчас, обменник. 1, 2, 3, 4. 4. У нас уже есть 6. Что мы за 6 можем купить? Мы вот эту хрень можем купить за 6. Или можем ещё 6 накопить и купить ещё один мастер-болл. Но если мы выиграем в гейм-лидера, то тогда мы мастер-болл получим за то, что мы его победили, надрали его задницу. Ладно. Нужно будет потом добавить новые вещички сюда в магазин. Но это я сделаю, наверное, вне серии, чтобы вам просто-напросто не задерживать вас тут. И чтобы вы не смотрели, как я вот это всё добавляю. Ну, круто то, что мы, ребята, выбили доскболл. Потому что я сейчас сразу же возьму... Хотя нет, давайте... Хотя нет, Литвик нам и так, и так нужен. Нужно его, ребята, будет прокачать. Нужно его будет прокачать к следующей серии. Потому что... Ладно, вот эти помощники, вот эти все трыщи, которые... Так, ну, ладно. Тот повезло, что он нас убил, но второго мы замочили. Но тоже будет капитан, да, можно сказать, геймлидер. Поэтому, чем больше у нас будет огненных покемонов, тем круто. Охренеть, это спиров такой мелкий. Я думаю, что там за муравей, там, человек-муравей к нам зашёл в сезон, бегает там. Поэтому, ребята, это будет очень круто. Если мы прокачаем ещё Литвика, там, Шандалура его эволюционируем, там. Если он хотя бы будет минимум 40-й уровень, то он уже там может всех рвать, если честно. А если мы его ещё больше прокачаем, то это вообще жесть будет. Также я надеюсь, что мы сможем встретить каких-то новых покемонов. Потому что всё-таки версия обновлённая. Версия всё-таки обновлённая. Я бы, если честно, даже хотел кого-то встретить. Я бы хотел кого-то встретить. Я бы был бы рад, если бы мы вот это сделали. Я бы, если честно, сразу бы словил какого-то покемона. Если бы мы его нашли с новой версией, я бы его сразу запихнул в свой... Нет, не то, что вы подумали, в свой, а в свой покебол. Я бы его запихнул и сразу бы его словил. Это было бы круто. Ребят, я ещё раз буду вот это лутать. Я у вас спрашивал о разрешении. Многие даже сказали то, что за. Кто не знает... Ну, я, короче, там мир пересоздавал из-за мода на какого-то там Гарри Поттера. И, короче, у меня просто-напросто весь мир полетел к чертям. И мне нужно его было охренеть. Вот это прям... Это прям логично, не знаю, в пещере. У нас тут солнечные лучи через... Хрен его знает, что пробиваются. Ну, ладно. То есть, ребята, мне нужно было переустановить вот этот весь мир. Поэтому у меня вот это всё заново создалось. И вот сейчас мы можем по второму кругу полутать вот эти данжи и вот эти все сокровищницы. Но тут читерного ничего нету. Я у вас спрашивал, вы мне разрешили. За что вам большое спасибо. Я ничего не нарушаю. Начальник, я чисто отвечаю. Поэтому, ребята, не ругайтесь. Сейчас, что у нас тут... Что у нас тут на то? Ребят, если вы не знаете, то у нас тут вторая работа есть. Это мы ловим рыбку. Мы ловим рыбку. Тут у нас всякая хрень выпадает, как вы можете заметить. Всякие хрени какие-то непонятные. Зачем они вообще нам? Сейчас умру нафиг. Хотел кашлянуть, но потом что-то передумал. Сейчас, смотрите, ребята. Сейчас. Вот сюда. 20 кусков у нас гнилой плоти. Сейчас у нас гнилая плоть. 20 кусков. Так. Замечательно. Шикарно. И что мы еще можем продать? Ничего. И обменник. Замечательно. 7 монет. Фу! В следующей серии, ребята, я еще расскажу. Я добавлю что-то новенькое. Заходите в описание. Переходите на ссылочку на другое видео, где мы обозревали новую версию Pixelmon. И на этом, ребята, мы будем заканчивать. Я хочу вам сказать... Скользить. Охренеть. Я уже прям не знаю, что я несу. Сказать спасибо за просмотр. Еще раз повторюсь, если бы мы хоть прям сейчас наберем 1000 лайков, то новая серия выйдет не послезавтра, не послезавтра. И вам не придется ее ждать. А выйдет, может, даже сегодня или завтра. Как я успею ее сделать, ребята. Поэтому не стесняемся. Ставим лайк. Я также буду благодарен. Это действительно придает мне больше силы для записи новых видео. И также я еще больше начинаю любить своих подписчиков. Но, ребята, если вы хотите со мной пообщаться, я, наверное, один из немногих таких ютуберов, которые прям активно общаются со своими подписчиками. Если, конечно, адекватный вопрос. Если там, Эдисон, как дела? Нормально. Нет. Эдисон, привет. Привет. Как дела? Ну, как обычно. Что делаешь? Не знаю. Тут на радугу смотрю, какаю себе на стул и тут ломбаду танцую. А? Очень круто. Все. Конец разговора. Это, не знаю. Сюжет нахрен. Ты прям... Я не знаю, честно. Вот такие прям разговоры, это... Убивает меня, если честно. А если там какой-то нормальный вопрос, там, еще что-то, еще что-то, то я, конечно, пообщаюсь с вами. Поэтому, ну, перед тем, как спрашивать, хотя бы, я не знаю, если нету идей, там, в гугл зайдите и погуглите, что там задать мне. Поэтому, ребята, также я буду рад каждому новому подписчику, если ты хочешь со мной пообщаться, просто-напросто вступить в нашу большую и дружную семью. Все, что тебе требуется, это просто-напросто на меня подписаться. Я буду очень сильно рад, если вот это сделаешь. И, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Ну, ну, все, я уже сказал, пока, уходите, что вы тут смотрите? Может, может, я посидеть еще решил? Нет, я же уже сказал, пока, ну, все. Нет, ну, ладно, значит, нужно заканчивать. Всем пока. Хей, дружок, притормози, вот сюда-ка посмотри, здесь ты видишь палец вверх. Вот нажал, и вот успех, я лайку буду очень рад. Ты же в курсе, ты же мой фанат, у нас большущая семья. Все подписчики и я. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!